Глава седьмая. Пути выхода. Итак, мы добрались до главного вопроса – что делать? При всей правильности этот вопрос лишен смысла. Понятно, что делать – не пить. Очень многие попадаются именно на эту уловку. Бесконечно отвечая на вопросы, что делать и кто виноват, эти люди блуждают в потемках, ходя по кругу, ищая что-то под ногами и не могут найти, потому что не знают, на что это похоже. Вопрос должен ставиться по-другому – как? Как не пить человеку, пораженному болезнью, которая руководит его действиями? Большинство людей отвечает сразу – как? Не пить и все тут. Давайте все-таки отойдем от поверхностных суждений, перестанем смотреть на ситуацию примитивно и начнем понимать – это просто, но нелегко. Нельзя рекомендовать алкоголику проявить свою силу воли. Ты же мужик или ты сильная женщина? Ни в коем случае не предлагайте ценности для мотива. У тебя семья, у тебя общественное положение, и не ставьте условий, вроде «бросишь пить, купишь машину». Это решение должно быть принято просто так. Мы уже говорили, что логики быть не должно. И вот, если это решение принято, то тогда начинается самое главное. Такому человеку предстоит большая, серьезная и непростая, но интересная работа. Работа заключается в том, чтобы понять, где я, а где уже не я. Нужно разобраться в себе, понять, какие проявления были моими, а какие уже пришли со стороны болезни. Крайне важно понимать, что говорить об излечении недопустимо. Зависимость, внедрившись в душу, уже ее не покидает никогда. Но это не значит, что нет людей, которые бросили пить. Такие люди есть, даже довольно много. Но это не бывшие алкоголики. А люди, научившиеся, не подчинятся зависимости. Речь пойдет именно об умении, которое дается кропотливо, не за один сеанс. На это рассчитывать не надо. Умении, которое получает только тот, кто обучается. Нет и никогда не будет таблеток с умением или получения умения по доверенности. Умение, которое может получить любой. Не бывает такого, чтобы человек учился-учился и не научился. Если ничего не вышло, значит еще ничего не начинал. Самой главной рекомендацией является фраза «начни говорить на эту тему». Многие, слыша это, испытывают недоумение. Как так? Я уже и кодировки получал, и эспираль, и акупунктуру, а оказывается все так просто. Доктор, видно, шутит. Нет. Это и есть единственное, что действительно может сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Противоречий нет. Да и потом я повторю. Это просто, но нелегко. Судя по всему, наш мозг так устроен, что мысль рождается во рту. Никогда человеку не понять, что с ним происходит, пока не назвал это словом. Именно называя словами своих призраков, называя по имени демонов, человеку удается избавиться от их влияния. Подчеркиваю, влияние, а нет самих мыслей. Такие мысли могут посещать и наверняка будут еще не раз появляться в этой больной душе. Очень часто приходится слышать «сделайте так, чтобы тяги не было». Если быть предельно точным, то тягу или компульсивное влечение больной чувствует непосредственно перед срывом. Это состояние, которое охватывает сферу желаний полностью и, как правило, избежать употребления тогда уже не удается. Иными словами, тяга – это состояние, когда выбора уже нет. Если человек испытал тягу, это значит, что уже поздно. Но до появления тяги ничего не чувствуется. Получается, что на вопрос «как дела?» больные отвечают «тяги нет». Конечно, нет. Была бы тяга, мы бы уже заметили. Нужно предпринимать что-то для того, чтобы не было тяги. Это и есть тот результат, который необходимо получить. Нет и никогда не было таблетки, укола или какого-то другого способа управлять желаниями. Страшно представить себе, что бы случилось, если бы кто-то смог изменять желание другого человека по своему усмотрению. Просьба «устраните тягу» заключается именно в том, чтобы изъять одно желание, оставив все остальные. Часто приходится слышать о том, что промыв печень, очистив организм от шлаков и поборов стрессы, человек может лишиться тяги. Как правило, эти чудеса предлагают специалисты из области реаниматологии, токсикологии или вообще люди, не имеющие никакого отношения к медицине. Если вдуматься в это предложение, то может получиться, что если преступнику промыть печень, то он станет праведником. Вряд ли. Да и вообще как-то странно звучит результат. Мы устраним тягу. И что? Так и напрашивается ответ. Будешь пить, как все. Очень часто все эти манипуляции используются больным сознанием как предмет торга. Да, конечно, внутренние органы алкоголика очень сильно пострадали, и, конечно, таким больным показаны и капельницы, и препараты для печени. Но считать, что это устранит тягу, наивно. Существуют препараты, вызывающие непереносимость алкоголя. Такая терапия называется сенсибилизационной. Мнения по поводу этих методов довольно противоречивые. Некоторые специалисты и больные, прекратившие употребление, считают, что такие методы недопустимы, что риск получения летального исхода после употребления алкоголя на фоне этой терапии слишком велик, и не стоит того результата, который получает пациент. Некоторые, наоборот, настаивают на том, что иначе больным не справится, и предлагают регулярно получать подобную медицинскую помощь. Вначале хотелось бы подробнее рассказать о таких методах. Эта терапия на сегодняшний день уже не новая, и, как любое дело, обросла слухами и домыслами. Во-первых, эти препараты не устраняют желание выпить, а лишают возможности. Ни одно из этих веществ не является центрально действующим психотропным, транквилизатором или нейролептиком. Если кто-то из знакомых делал что-то подобное и потом, описывая свои ощущения, говорил, что «пока был подшит, не тянуло», значит, ему просто крупно повезло. Но это ощущение обманчиво – пока не тянуло, не пил, а потом, когда потянет. Во-вторых, эти препараты есть. Все время приходится слышать, что на самом деле нет никакой эспирали, что имплантируют пустышки, а больных просто обманывают. Что кто-то сделал химзащиту, сразу пошел пить, и ничего не было. Да, иногда, если врач видит явно манипулятивное настроение больного, без установки на лечение, больной шантажирует врача и окружающих, считается, что в таком случае необходимо либо отказать больному в манипуляции, либо сделать имитацию. Отказать больному не всегда легко, трудно решить, действительно ли больной настроен решительно, или ему нужна только справка. Поэтому в таких случаях чаще делают имитацию. Многое зависит от политики медицинского учреждения и от убеждений самого врача. Не вполне понятна обида людей, заявляющих, как же так, я выпил и не умер. А что, было бы лучше, если бы умер. Значит, хороший был доктор, опытный, догадался, что будешь пить. Поражает жестокость людей, убеждающих друзей, получивших такую помощь, что, дескать, пить можно, не помрешь. Сразу хочется спросить, а если помрет, ты согласен нести ответственность за смерть друга? Да, в медицине не бывает сто процентов, кто-то пережил и две, и три реакции на алкоголь на фоне терапии, а кто-то может стать инвалидом с первой рюмки. В любом случае, все должны понимать правильно, такие манипуляции только подстраховка первого времени, нельзя подшить умение плавать, нет уколов со знанием английского языка. Если сделал процедуру, отлично, молодец, это уже решение достойное уважения, но это только начало. Считай, что выдали костыли, не навсегда, а только на год. Если научишься ходить с костылями, потом, может, и сам пойдешь. Но если весь год ничего не делал, чтобы научиться сохранять трезвость, значит опять на карачке. К сожалению, наиболее типичной ситуацией является политика запоев через год. Видишь больного, которому год назад сделали химзащиту, теперь срок вышел, и он ушел в запой. На вопрос «Что вы делали, пока не пили?» отвечает «Работал, очень много работал, без выходных, без отпусков». Если спросить «А что вы делали, чтобы сохранить трезвость?» получишь в ответ «А что ее сохранять? Меня и не тянуло, у меня вообще тяги нет». Давайте еще раз химзащиту на год, а через год еще раз встретимся. Важно понимать, что это не результат. Даже жены порой обижаются. «Он у меня хороший, не оскорбляйте его. Ну подумаешь, раз в год будут запои, мы потерпим». Что за чудесная жизнь, весь год терпеть человека на взводе, бояться, что скоро будет запой, считать дни, а когда это случается, испытывать ужас и отвращение. Трезвость – штука ценная, дается в хорошие руки. Это как женитьба. Если будешь жениться раз в год, никто не скажет, что ты семейный человек. Часто люди спрашивают, а на какой срок лучше подшиваться? Это вопрос непростой. Некоторые считают, что лучше начинать с небольших сроков – полгода, год. А там, если все получится, можно увеличивать до трех-пяти лет. Многие специалисты убеждены, что если удалось уговорить больного сделать манипуляцию на максимальное время, то и начинай с пяти лет. В качестве аргумента приводится положение о том, что за один год еще ничего не понять. Однозначно, что если человек делал процедуру на три года, а через год сорвался, то повторные процедуры не имеют смысла делать более чем на год. Пожалуй, самая правильная рекомендация – это предоставить больному самому решать, какое время для него понятно, какой срок он может себе представить. Показательно, что когда больной требует подшивки на 25 лет, у него обычно спрашивают, а вы можете себе представить, каким вы будете через 25 лет? Обычно люди отвечают – да вы что, для меня и три года бесконечность. Образно говоря, выходя из болота, не надо прыгать, ставь ногу туда, где видишь. Гораздо приятнее видеть человека, который сделал химзащиту на полгода, по окончании срока пришел и консультируется о том, можно ли ему теперь делать процедуру на год. Важно то, что после срока действия препарата не было срыва. Поднимаясь по лестнице, главное не скатываться вниз, можно ходить медленно, но не отступать. После того, как сделал процедуру, нужно начинать самое главное – приобретать умение, о котором уже говорилось. Лечение должно начинаться с первого дня трезвости, а не прекращаться. Продолжение следует...